В течение трех дней студенты Ахинского филиала САГУ ввели археологические раскопки древнего поселения на мысе Островной, в южной части песчаного полуострова Пельтунской косы. Мне, как директору филиала, поступило предложение от директора НИИ, опережающего развитие Сахалинского университета, профессора, доктора исторических наук Василевского Александра Александровича, чтобы наши студенты приняли участие в археологической экспедиции, которая ведет раскопки на Пельтунской косе. И там было найдено, раньше считалось, что древних поселений не было дальше Александровско-Сахалинского. И вот здесь раскопали на Пельтунской косе, все-таки гораздо дальше, чем предполагалось. Вот Александр Александрович пригласил наших студентов принять участие в этой экспедиции. Сборы длились недолго. Заинтересованная группа собралась в течение двух-трех дней. Семь человек во главе с руководителем Надеждой Рудометовой жили в палаточном лагере и, можно сказать, руками трогали трехтысячелетнюю историю родного края. Первый раз наши студенты были приглашены в такого рода экспедицию, тем более это научная экспедиция. По сути, они участники научного студенческого общества, члены научного студенческого общества. Я думаю, что им было интересно. Впервые археологи САГУ оказались на Пельтуне еще в 1978 году по инициативе Александра Колосовского. Исследователями были обнаружены десятки древних стоянок. Возраст одной из них – более 7 тысяч лет. Так как на севере Сахалина ведется активная добыча углеводородов, то со временем на картах нефтяников стали появляться охранные зоны археологических объектов. Ахинские студенты участвовали в раскопках на середине косы, изучали культурный слой первого тысячелетия до нашей эры. Работа ребят была очень хороша. Даже для первого раза, когда мы туда поехали, махать так лопатами, да, очень тяжело. Я, конечно, тоже не стояла и помогала им. Все равно было стыдно. Ребята работают, а я стою, смотрю. Да и интересно было все равно. Ну, под конец дня все равно дети уже уставали. Потому что такой объем работы, которую выполняли дети, это невозможно. Это тяжело, очень тяжело. Когда туда приехал, было такое ожидание, что ты сейчас приедешь. И наполовину стояли бы древние дома, было все это уже чуть раскопано. А туда, когда приехал, ну, как квадрат песка обычный, и все, нет. Ну, как-то ожидалось. Ожидание, да, как-то было что-то, ну, такое, ну, как деревня, ну, не знаю, древняя какая-то. Всего лишь квадрат песка. Интересно же. Археологами руководил кандидат исторических наук, доцент кафедры российской всеобщей истории Вячеслав Грищенко. Находок тысячи. Каждая уникальна. Каждая несет свою информацию о древних людях. Жилища, очаги, разбитые сосуды, каменные наконечники, скребки, ножи, кости животных. Главная цель экспедиции была все-таки воссоздать то, что было три тысячи лет назад, вот на этом месте. Среди находок, удививших археологов, изделия из янтаря с сахалинского месторождения у села Стародубское. Сотрудничество студентов Ахинского филиала с АГУ и ученых университета первое, но наверняка не последнее. Может быть, в следующем году это будет, но мы-то уже не поедем. Мы уже не вспоминаем что-то. А так мы, конечно, с удовольствием бы съездили еще раз. Уже весной 2016-го в Ахе будет проходить выставка артефактов, найденных на стоянках Пельтунской косы. Среди находок и те, которые были найдены ахинцами.